Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Тирани. Ну и я так посмотрел задание, давайте-ка отправимся к Туману. Посмотрим, что он нам тут в городе Бастарде предложит. Путешествие из пункта Горный Шпиль в колодец Фондриена в пункт Суд Тумана, один день, 17 часов. А кстати, давайте почитаем. Бастардов Ярус, получивший имя из-за своего положения между двумя государствами, Северной Империей и Южными Ярусами. Город Бастард и прилегающие к нему земли, называемые Бастардовым Ярусом, настоящий плавильный котел культур и языков, город интриг и торговли. Ярусникам Юга город Бастард кажется местом изобильным и богатым, тогда как Северная Империя видит его одной огромной трущобой. Здесь Адьюкатор Тунан расположил свой суд. С этого плацдарма он и его суд-вершителей насаждают на завоеванных землях закон Кайроса. Понеслась. Интересно, дойдем ли мы без приключений? Кажется, да. Рассказать обо всем Тунану. Народ тут дофига. Некто Лелли Лукреция. Но есть имя, давай говорить. Хороша одетая пожилая женщина стоит в стороне от беспорядочно движущихся толп вельмож. Она всматривается вдаль, не замечая вашего приближения до тех пор, пока вы не оказываетесь прямо перед ней. «О, приветствую!» Она сдержанно лыбает с вам. «Лукреция Анда, ранее из дома чертополоха. Судя по вашему виду, вы здесь работаете. Вершитель, надо полагать?» Она кивает. «Вам нужно что-нибудь?» «Что эти вельможи делают в суде Тунана?» Она ухмыляется и качает головой. Пытаются выглядеть храбрыми, но если прислушаться к любому разговору, то можно услышать другую историю. Три года назад Тунан обосновался в городе Бастарде. «А, мы все еще привыкаем к нашим новым хозяевам, мы пытаемся понять, о чем можем их просить, а о чем нет». Она кивает на собравшихся вельмож. «Это разумные, состоятельные люди. Они так лебезят перед Тунаном, что можно подумать, будто они выросли под плечью тирана. Некоторые пришли решить спор, другие для того, чтобы присягнуть верности. Я провела тут достаточно времени, чтобы знать, что адюкатор безразличен пустым жестом. Ну, до свидания тогда, раз так то ты мне слабоинтересна». Ммм, опачки. Старые знакомые, смотрите-ка. И даже сам Тунан, кажется, да? «Вы называете себя офицерами армии Каэроса. Но ваше поведение не соответствует моим ожиданиям. Суд признает ваши свидетельства о колодце Вендриенов неудовлетворительными. Они забилуют ошибками и ложными рассуждениями, испорчены беспочвенными обвинениями. Тени под плащом Тунана темнеют и расширяются вокруг него. В зале Судана растает тревожное бормотание. Слушаем». «Ваша честь, я озвучила события так, как их сама пережила. Можете представить, почему моя версия не совпадает с его? Она делает пренебрежительный взмах рукой в сторону представителя Аллахора. Клянусь своей честью и честью великого генерала, что я скорее сломаю свой меч, чем буду жестоведетельствовать вам, Архонт». «Эх, так ты хочешь сказать, что ложь дается мне легче, чем тебе? Ты глупец, если считаешь, что Архонт правосудия не увидит насквозь твою ложь, только из-за того, что опальные считают себя лучше честной в атаке». «Тишина, противоречия в ваших заявлениях будут рассмотрены, а ложь будет отделена от правды. Если мы обнаружим, что вы дали ложные показания, то Бледен Марк займется вашей судьбой». Архонт поворачивается, и вы чувствуете его взгляд на себе. Бледен Марк — это кинжал в складках одежд Кайроса, незаметная капля яда, притворяющая в жизнь желание владыки. Он подчиняется Аддьютикатору Тунану и выносит финальный приговор всякому, кто презрел закон Кайроса. «Вершитель судеб, мы начнем с вопросов Архонтов. Грейва Наша и Голоса Нерата объявили друг другу войну. Они не только нарушили мир Кайрос, но и превратили завоевание Яруса в бардак. По всем свидетельствам, эта вражда началась вскоре после твоего прибытия. Расскажи, что произошло». Архонты не могли договориться, кто должен возглавить осаду, и дошли до обвинений в измене. Мне показалось, что эта ссора была взаимной. «Опальные больше заслуживали этой чести. Наша тактика обучения превосходила навыки гвардии Вендриенов во всех отношениях». «Какая чушь! Опальные не смогут разрушить соломенный домик, даже если им дать неделю на разработку стратегий. Наша войща Орда была лучше подготовлена к уничтожению гвардии Вендриенов. Наши рекруты были готовы броситься на врага, если бы только Аша и его легион согласились на план». «Вершитель судеб дает показания по делу. Предупреждаю вас обоих, чтобы вы не говорили мне очереди. Эту кампанию объясняет что-то большее, чем простое несогласие. Но я вернусь к этому в свое время. Поговорим о Зале Вознесения. Нам нужно собрать воедино самые противоречивые истории. Расскажи суду собственными глазами, что произошло». «Я взял цитадель и выполнил приказ Кайроса. Разве мой результат?» «А, нет». «Давайте вот так. Я был недоволен поведением опальных Аллахора и закончил осаду так, как считал нужным. Несмотря на то, что для этого пришлось поссориться с бывшими союзниками, устроить раскол между судом и военными силами и, возможно, уничтожить то, что мы строили вместе три последних года, хотелось бы мне обладать твоей уверенностью, вершитель судеб. Суд взвесит полученные показания и вынесет решение надлежащим образом. Пока что ты и дальше будешь путешествовать самостоятельно и вершить правосудие, помогая обеим сторонам этой гражданской войны. Если твое присутствие потребуется в суде, мы найдем тебя. Говорит, свободен. Ого! Теперь типа нас это как собачку, а тут что происходит? Какой-то суд? Непонятно. Ну, сейчас поговорим с ними. Давайте посмотрим, что у нас. Сначала о себе надо позаботиться. Так, сила, сила. Нужна ли нам сила? Точность. Нужна ли нам точность? Скорость. Это все шляпа. Здоровье. 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 Сила. Да, давайте силу возьмем, а то у нас урон довольно-таки копеечный. Ну, и вот здесь у нас плюс единичка появится. Хорошо. Сохраним. Прекрасно. Тепереча. Билд наш. Отрицанием боли. Это у нас уже есть. А здесь? Второе дыхание. Один раз за бой, потеряв большую часть здоровья, вы издаете боевой клич, восстанавливающий часть от максимального запаса здоровья вас и вашего отряда. Дополнительные ячейки под заклинания. Бонус к сражающейся рядом бойцы получают бонус к каждой из своих характеристик. После атаки из режима скрытности, но нет. А здесь? Множество рук один. Ага, это дополнительные наборы, но это пока не надо. Защита нет. Хорошо, здесь. А мы можем несколько уровней брать? Нет. Мастер двуручного оружия. Фигня, всё. Раскол. Мощная атака в верхнюю часть тела цели. А здесь что? Сильный удар снизу вверх, поднимающийся цель в воздух. Прикольно. А здесь? После него. Вот это клёво. Вот сюда я хочу докопаться. Хорошо. Да, сражающиеся рядом бойцы будут получать бонус к характеристикам. Мы будем лидером народа. Ну, своего народа. Чужой народ нам по барабану. Хорошо, что у вас тут происходит? Вершитель, ты вернулся? Рогалус осмотревает вас с ног до головы с непроницаемым выражением. Похоже, у тебя есть вопросы, которые ты хочешь распутать с моей помощью. Спрашивай, я сегодня щедрый. Да, в общем-то, нет. До свидания. А у тебя что? Приветствую. Твои действия в колодце Вендриенов вызвали много обсуждений. Кое-кто уже начинает сомневаться в намерениях, стоящих за твоими методами, Логан. Надеюсь, ты не сворачиваешь на путь, с которого не можешь вернуться. Несмотря на мои сомнения, мне очень любопытно услышать о твоих путешествиях. Чем могу быть полезна? Калио мягко касается вашего плеча. Что-то произошло, пока меня не было? После того, как ты назвал Кайрна, засыпав его камнями, мне получили расследовать обстоятельства, которые привели к его предательству. Архонт игнорировал приказы Греви Наша и предал Кайроса ради собственных эгоистичных целей. Рогалус хотел возглавить расследование, но я побоялась, что то, что затуманило Кайрну разум в лазури, могло соблазнить и нашего Рогалуса. Поэтому сама взялась за задание. Кайрос провогласил Эдикт камня, чтобы уничтожить Архонта предателя Кайрна. Вызванные Эдиктом землетрясения изменили ландшафт лазури, превратив зеленые поля в шевеляющуюся каменную пустошь. Вы позволили Кайрну добраться до поселка Степные врата, прежде чем прочитать Эдикт. Когда земля пыталась поглотить его целиком в своих предсмертных конвульсиях, Кайрн разрушил большую часть города. Беда. Похоже, ты многое знаешь о моих действиях. Ты за мной шпионила? Не надо делать такой удивленный вид. Я обязана сделать так, чтобы те, кто действует от имени Адьюкатора, придерживались духа его закона, если не самой буквы. А те, кто не захочет? Они будут устранены быстро и эффективно с помощью клинка Бледена Марка. Ушительница вытягивает тонкий кинжал из складок своей пурпурной накидки и почти небрежно прокручивает оружие в воздухе. Конечно, если я не избавлюсь от них первой. Я принимаю свои обязанности всерьез, и у меня очень, очень хорошо получается их исполнять. Кое-что в этой войне меня беспокоит. Ты можешь рассказать мне о том, что тебя тревожит. Это останется между нами. Она наклоняется к вам. Наши армии готовы перегрызть друг другу глотки. При расколе в наших рядах нам не победить. Меня меньше заботят армии, чем сами архонты. Когда сталкиваются горы, порядка быть не может. Кого бы ты хотел видеть победителями? Ни тех, ни других. Они одинаково бездарны и виноваты в равной степени. Она мрачнеет. И кто тогда возглавит наше продвижение? Кто останется нести мир Кайроса? Готов ли ты возложить эту ответственность на свою голову как корону? Может оказаться, что это тяжелая ноша. Я могу справиться. Адьюкатор верит в твои способности, но в этом отношении я более разборчива. И ты тоже должен быть. До свидания. Ты друг. Я вряд ли пойму те стратегические решения, что ты принял, но... Твои решения — твои решения. Вершитель войны с силой хлопает вас по спине одновременно и приветствует, предупреждая. И все же мне любопытно послушать о твоих путешествиях в ярусах. Идем, поговорим вдоволь. Как тебе выбрали на роль вершителя судеб? Я не могу говорить за других вершителей, но сам я попал на службу в суд еще мальчишкой. И пылким сверх всякой меры. Меня бросили в тюрьму и приговорили к смерти за надругательство над трупами. Анграмка искренне смеется. Нет, все было вовсе не так увлекательно, как ты уже наверняка сено придумывал. Я просто сжигал тела, которые ждали погребения. Но прежде чем местные власти успели меня вздернуть, а дюкатор забрал меня, увидев талант, который надо было лишь направить в верную сторону. Хорошо, что Тунн тебя пощадил. Как я уже сказал, а дюкатор увидел во мне редкий талант, как и в каждом из нас. Будь мы обычными людьми, я уверен, мы бы не смогли попасть на службу столь великому архонту. А зачем ты сжигал тела? Трупы, валяющиеся на улице, распространяют чуму быстрее, чем самые грязные крысы. Мне было десять, и войн из меня был никакой, так что я делал для своей родины что мог. Это было преступлением. В те времена Кайрос еще не выразумил наши земли, и даже северяне были весьма суеверным народом. Мои земляки верили, что сжигая павших воинов, бесположных ритуалов, я лишаю их возможности вернуться в наш мир. Ладно, поговорим о что-нибудь другом. А что у нас тут есть такого, о чем бы я хотел поговорить? Я захватил шпиль в колодце Вендриенов. А значит, слухи, которые рассказывают суде, правдивы? Вершитель в раздумьях поглаживает пальцами подбородок. Через какое-то время он задумчиво улыбается вам. Надеюсь, что когда-нибудь своими глазами увижу эту башню, словно клинок пронзившего небо на нашими землями. Ну, прощай. Здесь меня что-то... Ну, не хочется мне прорываться реально через кучу диалога, который меня не интересует. О! Мой долг обязывает меня сохранить вежливость перед самсуда, но я ничего не забыл. Предатель. О! Вершитель судеб? Лейтенант коротко вам кивает. Мне неловко в этом сверкающем зале, но признаю, это желанная передышка после боя и тренировочной площадки. Если Аша нужно, чтобы я остался здесь и представлял его интересы во время завоевания, то я готова к этому. Понятненько. Нас, в общем-то, уже не очень любят, я так смотрю. Ну да, там опальные. Да, союзничков у нас здесь особо нет. Опа! Что происходит? А это что за клоун? С возвращением, малыш! Я рад, что ты жив. Хоть и занятно было бы увидеть, как исполняется Эдикт. Близен Марк. Архонт теней смотрит куда-то вдаль, а затем поворачивается к вам с хитрой улыбкой на лице. Он стоит не двигаясь, но словно растворяется в окружающих тенях, а потом появляется вновь. Хочешь кое-что узнать? Архонт подразнивает вас, и улыбка прорезает его, раскрашенное красным лицом. Оглядываемся и убеждаемся, что нас не послушивают, а затем киваем. Ммм, ты смог победить в абсолютно проигрышном положении. Я не хочу сказать, что Адьюкатор был неправ, послав тебя на верную смерть. Кто-то ведь должен был прочитать Эдикт. Но в тебе есть идеальное сочетание мастерства, не дающего умереть упрямства, чтобы ты не только выжил, но и с успехом исполнил самоубийственное задание. Это несмотря на то, что Архонты отчаянно сражались. Впрочем, будь моя жизнь на кону, я бы поступил так же. Все наблюдают за тобой, потому что ты сделал кое-что, что до тебя не удавалось никому. Хочешь угадать, что именно? Я первый вершитель судеб, провозгласивший два Эдикта? Хорошая догадка, но за прошедшие века уже находились те, кому удавалось выжить после двух провозглашений. Хотя большинство действительно умирало. Провозгласить Эдикт – это не что-то новое, как и выжить нем или выполнить его условия. Но ты первый, кто провозгласил и решил один и тот же Эдикт, и это тебя не убило. Одним махом ты пережил второй Эдикт, решил провозглашенный тобой же Эдикт и пробудил магическое строение, которое бездействовало несколько веков. Молча смотрим. Мне все равно, что ты будешь делать с этими сведениями, но ты должен знать об опасности, которой подвергаешь собратьев на себя внимание. Похоже, ты не из тех, кто склонен подыгрывать Архонтам. Так что может дойти до того, что они оба пошлют против тебя своей армии. Берегись, чтобы не получить нож в спину. Погоди, я хочу спросить кое-что еще. Не сейчас. Спроси меня где-нибудь, где меньше любопытных глаз и чутких ушей. Спасибо за совет. Архонт Теней прощается с вами, пожимая плечами, но его золотые глаза с интересом за вами наблюдают. Мне кажется, это наш хитрый союзник и будет. Ну, если нам нужен хитрый союзник, мы, естественно, постараемся его предать. Кстати, у нас с вами был там свиток, да? Барик не обладает нужными знаниями. Я так понимаю, мы тоже не обладаем нужными знаниями, наверное. Где посмотреть на нас? Управление огнем. А сколько у нас знаний? 44. Ух ты. Это мы с вами... Это мы с вами очень умные. Прям пипец. Ладно. Смотрим, куда еще. Пепельная глушь. Шпиль заката. Он вроде как и рядом и манит. Но давайте прогуляемся. Черт бы с ним. Бастардов Ярус. События. После нескольких часов нелегкой дороги, с трудом пробиваясь через заросли кустарника, вы, наконец, выходите к ручью, где можно наполнить фляги и смыть с себя пот. Неподалеку растут странные деревья с длинными и тонкими стволами, увитыми широколистными лианами. Лианы поднимаются высоко по стволам. На стеблях виднеются десятки тонких желто-зеленых отростков. Они выглядят жесткими и торчат прямо вверх. Другие обвисают подобно длинным волосам. На концах эти отростки усыпаны спелыми ярко-оранжевыми плодами. Если вы не ошибаетесь, это растение именуется шиповницей. Эти ягоды очень вкусные, питательные и тонизирующие. К сожалению, внешне они почти неотличимы от ядовитого для людей шипомора, которые могут употреблять в пищу только зверолюды и животные. Осмотрим ягоды. Ягоды, меняющие цвет от ярко-оранжевого до желтоватого, растут плотными гроздями. Если судить по их размеру, каждый плод может равным образом оказаться как шипомором, так и шиповницей. Наверняка сказать сложно. Потереть ягодные косточки об кожу. Уж лучше проверить на коже, чем желудком. Сорвав пару ягод, вы разминаете их в пальцах, пока не отыщите крохотные косточки. Медленно, круговыми движениями, вы растираете их по руке в течение нескольких секунд. На коже не проступает никакого раздражения, и вы решаете, что это скорее добрый знак. Осмотрим листья. Листья на основной лозе ярко-зеленого цвета. Лопасные, с волнистыми краями. Это заставляет вас вспомнить вторую поговорку. Листья волной, неси домой. Листья торчком, дави сапогом. Кажется, ягоды не ядовиты. Жрем. Вы решаете проявить осторожность и насыпаете полные карманы ягод, но в рот отправляете всего одну гроздь. Плоды на вкус оказываются сладко-пряными, но, удивление, сочными для своего размера, и вам немедленно хочется съесть еще, но вы сдерживаетесь. Пройдя дальше по берегу ручья, вы минуете лесные заросли и, наконец, выбираетесь на проезжую дорогу. Вы получили дозу сахара и эйфории. Идти сразу становится веселее. Теперь вы уверены, что эти ягоды не ядовитые, поэтому можно наесться в волю. Вы выгребаете все, что набрали в карманы, и, подкрепившись, продолжаете путешествие. О, у нас прилив сил с вами. Причем, если я не ошибаюсь, рандомные встречи были чуть ли не DLC или каким-то свойством вот этого финального издания. То есть, изначально их в игре не было. Ого. А вот и ты, яхонтовый-архонтовый. В черной тьме появляются цветные линии. Сгусток теней, напоминающий человека, приобретает очертания. Бледен Марк. Архонт теней выходит из своей стихии. Его голову венчает шевелюра длинных белоснежных волос. Они спускаются к плечам, и там теряют четкость, превращаясь в белесый туман. Единственные яркие пятна, на его обедного черной коже, красная раскраска на лице и оранжевой татуировке. О, черт. Вот, зараза, палач Тунона. Не знаю, какой приговор он будет исполнять, но не хочу, чтобы мое имя было в его списке. Пуга резко становится в защитную стойку. А, вершитель. Хорошо, что ты наконец явился. Я бы еще сказал, что рад тебя видеть, но предпочитаю ложь через умолчание. Архонт прочищает горло и складывает руки на груди, положив ладони на перевязь с ножами на поезде. Хорошо подумай над своими следующими словами. Не хотелось бы тебя убивать. Я получил твое сообщение. Я видел, что ты сделал в Зале Вознесения. Ты правильно поступил, что сам занялся этим вопросом. Не могу поверить безрассудства ошейни Рата. Выясняют отношения, в то время как над их головами нависает Эдик, поставивший под угрозу всех их подчиненных. Ты правильно сделал, что ответил на это ребячество справедливостью, непреклонной и кровавой. Лично мне кажется, что ты сделал правильный выбор. Зачем идти на поводу желаний и капризов сомнительных друзей? Зачем разбазаривать свою силу ради чего-то одобрения? Союзники. Это лишь враги с хорошим терпением. Избавься от заблуждений и проложи свой собственный путь. Что ты посоветуешь делать дальше? Если ты действительно хочешь обрести свободу от Тунона и всех остальных, то тебе надо набраться могущества, чтобы архонты не могли раздавить тебя одним пальцем. В ярусах есть кое-какие реликвии, которые помогут тебе, если ты сумеешь их заполучить. В горящей библиотеке хранится ценное сокровище, безмолвный архив. Книгачам известно не все, но то, что они знают, должно храниться в архиве. Добав его, ты узнаешь об Эдикте Огня. А что потом? Если не поджаришься, то встретимся здесь снова и обсудим, что делать дальше. Ну, до свидания. Архонт растворяется в тенях. Ну, почему бы и нет? Получено сообщение. Все кувырком. Вершитель судеб Логан. Судеб Логан, я получил известие о том, что твои прежние союзники объявили тебя нежеланным гостем под своим кровом. Они обвиняют тебя в измене и расколе. Я ежедневно слышу требования предать тебя суду и казнить. Я заверил всех, что тщательно расследуете обвинения. Имей в виду, что каждому из нас неминуемо предстоит держать ответ за любой сделанный выбор. Ты не исключение. И, кстати, как мне стало известно, тобой весьма заинтересовался Бледен Марк. Полагаю, не нужно объяснять, что это может значить. Адьюкатор Тунан, Архонт правосудия. Ну, кто знает, кто знает. Путь к власти. Горящая библиотека. Здесь исследовать шпили и... Ммм, черт, от имени Барик-то мы не поговорили. Ну, еще успеем, я думаю. Хорошо. Горящая библиотека? Или... Да ладно, че мы туда-сюда? Давайте сюда. Засада. Ваши путешествия прерываются воем охотящейся стаи зверолюдов. Их вожак впечатляющий особь. Ее грива черна, как сама ночь, а тело покрыто боевыми шрамами. Вот сранний позор. Перед вами возвышается крупное существо из меха и плоти. Ее маленький черный нос шумно принюхивается. Знаю этот запах. Вонь крови под обои. Железа и смерти. Пахнет альфой. Пахнет силой, но мужчиной. Зверолюдка наклоняет голову на бок, а ее глаза, горящие любопытством, красны, как свежая кровь. Эти глаза блуждают по вашему телу, становясь темнее и жарче. Таким взглядом хищник одаривает свою добычу. Она скребет волосатый сосок, ее веретенообразные когтистые пальцы пощелкивают по пересекающему его неровному бледному шраму. Не забуду. Вершитель украл стаю, как альфа. Это когда Хор за... Когда Хор заявил свои права на дикую бродячую стаю зверолюдов, тех самых, которые жестоко уничтожили патруля опальных во время завоевания лазури, мы помогли рекрутам Хора напасть на них и бросили вызов пужаку стаи. Мой оказался тяжелым, но хотя ей удалось сбежать, остальные зверолюды остались в армии Кэроса. Хотя зверолюдка раздробила добычей ребра, режущую руку грызла зубами, била быстро-быстро-быстро, все равно потеряла стаю. Опять ты? Разве я не бил тебя раньше? Била! Человек, одолевший смерть из тени, человек, пахнущий как вершитель, человек-мужчина. Она раздувает ноздри и смотрит на вас поверх своей длинной морды, а ее красные глаза темнеют в приступе ярости. Но зверолюдка пролила первую кровь. Не забыла, зверолюдка хорошо билась. Проранила вершителя. Может ранить еще. Расслабься, я пришел сюда не за новый твой стаи. Искала запах след человека. Далеко больше пяти ночей, через племена и территории людей в землях Яруса, охотилась на человека по имени вершитель. На человека, который начал... Качал горизонт камень под названием горный шпиль. Охотилась высоко-горячо, низко-холодно, мокро-сухо. Брила далеко, пока не нашла кровь из лап. Но человек, пахнущий альфой, всегда скрывался от зверолюдки. Пришлось пойти сквозь тени, быстро-быстро, скоро, без отдыха, без охоты на вкусную добычу. Ее язык облизывает, бритвенно-острые, светлые клыки, и она довольно рычит. Эй, конфликт мне не нужен. Я просто хочу продолжить... Нет, слушайте. Занятно, но у меня нет времени на зверолюдов с их идиотскими шутками. Время, время. Только человеков беспокоит ход времени. Че бояться, раз солнце всегда встает? Если весна всегда приходит, а зима уходит. Можно выть, а можно драться. Зверолюдка брезгливо облизывается. Извиваясь, она чешется, снимая со шкуры коричневых жуков и лениво перемалывая их зубами. Смерть и стене нравятся все. Она пронзает вас жадным, безжалостным взглядом. Представьте, как надо, пока я не потерял терпение. Вершитель не видит. Я зверолюдка, лучший охотник смерти стене. Дочь мистика, мать стаи и вдова. Альфа стаи каменных щенят. Она фыркает и садится на корточки. Ее при щуренных глазах читаются злость и любопытство. Объясни, чего ты хочешь, зверолюдка. Человеки. Выкашливает она. Ноздри зверолюдки широко раздуваются, а ее глаза горят весельем. Знаю человека с именем Вершитель. Кайрос делает много слов по бумаге. Вершитель вяжет слова с землю и небом. Заставляет землю дрожать. Заставляет ночь рыдать кровью и огнем. Молчим. Вершитель мочится в глаза Кайроса, но не умирает. Крадет горизонт, камень по имени Шпиль. Плюет вархортов, все равно жив. Пахнет магией, железом, смертью. Быстрее, крепче, чем остальные родичи Кайроса. И? Что думаешь, зверолюдка? Кайрос охотится на человеческие королевства, чтобы они умерли. Правит племенем крови и разорения голода и смерти. Хочет убить зверолюдок, как добычу. Но зверолюдки не добыча. Они не как капризные, слабоумные человеки. Смерть из тени выхаркивает и сплевывает на землю темную слизь. Зверолюдки, свирепые охотники, рождены драться, убивать, спариваться, как вершитель, который пахнет альфой. Сильный всегда убивает слабого, а потом слабеет и убивают его. Это переход жизни. Но смерть из тени сейчас не слаба. И не будет слаба еще много сезонов. Буду свершителем и переживу племя Кайроса. Если хочешь присоединиться ко мне, придется побыть моей бетой. Смерть из тени не бета. Но даже альфа подчиняются сильнейшим примам. Много стаи создают племя. Разве человеки не понимают, зверолюдка пойдет за вершителем. Не попробуют подчинять. Если вершитель не начнет пахнуть слабым... Она облизывает верхние клыки и скалит зубы в змеи на успешке. Хорошо, но держи свой нос при себе. Зверолюдка фыркает и поворачивается к своей стае. Смерть из тени больше не будет защищать каменных щенят. Бежать, убегать, исчезать. Не хочу видеть тени, крадущиеся сзади. Раздвоенный шип, новый вожак. Стая колеблется, заставляя смерть из тени испустить низкий выражающий рык. Смерть из тени не любит чуить каменных дворняк и не любит их видеть. Хорошо, что она может? Кого лучше заменить? Фугу или Баррика? Ну, давайте Фугу, потому что я так подозреваю, что она все-таки дэмэдж-дилер. Скорее всего. Ну, а если она танк, то тоже неплохо. Будем покрепче. В общем-то, я ничего против не имею. Эй. Я бы вас переставил. А, вот так вот. Забываю. Итак, Табун. Ммм. Логан из смерти из тени. Что у нее тут? Животный крик. О, противники из Пуг. Разящий коготь. Ну, в общем, нормально. Вроде как зверолюдина. А, на ней нет наших бафов, потому что она с нами не отдыхала. Но зато мы тут можем поживиться. Ух ты, мы нашли поридж. Поридж, ребятушки. И красные ягоды. Эй. Вот как я должен это прочитать? А, вот так, наверное. Все указывает на то, что хористы заманили этот караван засаду, перебили сопровождение и украли товары. Прекрасно. Хористы. Такие хористы вообще. Такие молодчики. Что о них еще можно сказать? Прекрасные ребята. Ну, и вы сами сказали, что, типа, дедушку Лантре с собой лучше в библиотеку взять, поэтому, ну, получается, у нас выбор-то небольшой, кого заменять. Ладно, посмотрим. Мне дают сохраниться, а давайте-ка на этом мы с вами и распрощаемся, а библиотеку отправимся в следующем эпизоде. Посему спасибо Миша Лебедеву, Мишу Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбова, Антону Церу, Брату Монзо, Серджио Атерадору, Фёсту КДВ, 45 Рус и Дарья Кравчук за то, что те продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что проходите игру вместе со мной, ну и увидимся в следующем эпизоде. А пока желаю вам удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok